Блеснуть эрудиции или вспомнить знания. Все больше челябинцев увлекается новыми забавами, интеллектуальными квестами. И новое развлечение горожан называется, знаешь как? Мозгобойня. Молодец. Вот так. Эта игра теперь одно из любимых современных развлечений челябинцев. Длится она около двух часов. Это вот что мы знаем, собственно говоря, про нее. Ну, а где она проходит? Как проходит игра? Кто может принять участие, расскажет наш гость. В студии у нас Юрий Жуков, организатор игры «Мозгобойня». Юрий, доброе утро. Доброе утро. Итак, рассказывайте, для кого же эта игра? Кто на нее приходит? Ну, я не знаю, там, средний возраст, социальный статус, кто там, дядьки или молодежь? Или молодежь. Нет, у нас играют абсолютно все практически. То есть у нас нет ограничений, у нас есть команды, которые приходят и там три поколения играют. Вплоть до бабушек, их дети и внуки. То есть, в принципе, если ты можешь ходить, ты должен прийти. А, собственно говоря, тогда скажите нам, какие вопросы у вас? Это школьная программа или как-то обширнее у вас все-таки охраняется? Это вообще все, что угодно там может быть, но в целом все на общий кругозор, чтобы людей никак не давить, знаете, что они что-то не могут помнить. Так, давайте еще разочек. Никакой физики там, ни химии, ничего сложного. Просто это в первую очередь «Мозгобойня» это приятно провести время. Условно, давайте так, я сейчас, может быть, очень, как бы это так сказать, может быть, очень некорректный пример приведу, но тем не менее. Была такая игра и все еще есть «Что, где, когда», но это интеллектуальный клуб, он для избранных. «Мозгобойня» это версия «Что, где, когда» для всех, правильно? Ну, если уж совсем в общих чертах сильно, то, может, что-то, конечно, общее есть. То есть есть вопросы, есть время для их ответа и итоговая таблица. Кто первый, тот победил, получает… Есть ли ограничения, количество команд, сколько раундов, сколько по времени, два часа мы поняли? Два часа, два с небольшим, семь раундов по семь вопросов в каждом и ограничений по командам нет, все ограничивается нашим пространством. То есть это… ну, ресторанами, где мы играем, это все вот… А в каком формате задаются вопросы? Это тоже видео, какие-то вопросики или нет? Абсолютно все. Или это картинки, или разных форматов? Любого формата абсолютно. То есть это и картинки, это и музыкальный тур, это и новостной тур, и все, что угодно. Хорошо, теперь вопрос такой. Ну, есть такая забава. Забава, естественно, это стартануло, мы тоже знаем, сначала в столицах нашей необъятной родины, затем уже пошла по городам-миллионникам и далее. Вот вы лично, как организатор, почему у вас вообще эта идея? Она же должна зацепить, ну, в хорошем смысле этого слова, да, чтобы начать это делать. Что вы увидели в этом такое? Мы просто чисто случайно, на самом деле, в Челябинске сыграли в подобную игру, и потом с друзьями решили поехать в соседний Екатеринбург. И там просто знали, что есть мозгобойня, что это что-то очень крутое. Мы съездили, поиграли и решили, что челябинцы тоже должны знать об этом. Ну, то есть это одинаковые вопросы или нет? В Екатеринбурге, здесь, в Москве, вообще в городах или нет? Ну, на сколько... Одну секундочку, я тебе сейчас сам расскажу. Юрий, можешь посидеть? Юрий, мне поддержит. Суть какая? Я понимаю, что это условно франшиза, есть одно место, откуда все эти вопросы идут последовательно, и на каждую игру это разные вопросы, да? Но по городам они одни и те же. Или сами составляете? Слишком уверенно об этом говорите, чтобы я что-то против сказал. Ладно, тогда меня вот что интересует, а какой подарок за победу? А, там еще подарки есть? Да, конечно. Ну, то есть, конечно, в первую очередь люди за эмоциями приходят туда, а во вторую очередь за шампанское. А, это что? Новый год, мандарины, все нормально, шампанское можно. За шампанское туда приходит. Утро, пятница, ты же сама веселая. Юрий, то есть, ну и все, да? Ну и как бы это... Да, ну я еще раз, третий раз скажу, что главное, это вот те эмоции, которые люди получают, они приходят, они встречаются, уже знакомятся друг с другом. Да, все, про эмоции все понятно, давайте сразу. Телеканал ОТВ достоин получить эти эмоции? А давайте мы команду, да, от ОТВ, может быть. А вы еще не собирали? Да. Ну, нас еще даже не приглашали, вот в чем дело. У вас есть сейчас уникальная возможность, вы можете пригласить и наших телезрителей, и, собственно говоря, всех нас на эту уникальную удовольствие. У нас наш телеведущий, наш коллега Дамир Назиров, он играет, ну, в компании, я так думаю, да. Ну, он один, а нас почему не берет? Забыл. Давайте, приглашайте, пожалуйста, всех-всех-всех. Это надо исправлять. Я туда. Да, я туда. Всем, всем, всем челябинцам и в первую очередь телекомпанию ОТВ хочу сказать, приходите на мозгобойню, играйте. Нас уже более 50 команд, и если нас будет больше, это будет здорово. Ух ты. Мы будем всех обнимать и щекотать. Спасибо. Подмышки. Спасибо вам. Достаточно. Организатор игры «Мозгобойня» Юрий Жуков сегодня у нас в студии. Спасибо за ответ.